А он говорит, напрасно ты это делай, делай с вкусной грушей, при ней несколько штук их съел. Значит, поэтому мы еще в этом деле немножечко не зная сорта и у нас еще представление о качестве плодов, ну совершенно иное, отличительное от биологии самого плода. Тем более я добавлю, здорово сказали, ведь что интересно, чем не вкуснее плод, тем он полезнее для организма, начиная с дикарей, чем плод жирнее, вкуснее, крупнее, раскормленнее, тем меньше в нем тех самых полезных веществ, вот, это и так слово пришлось. И мне тут вопрос про снижение кроны прозвучал, было такое? Здорово, Валерий Александрович, добрый день. Значит, снижение кроны, палка в двух концах, значит, когда создавали с помощью этих самых клоновых подвоев, выбирали, конечно, естественно, чтобы была компактная крона, выбирали для них сорта, которые сами по себе не скоростны, и плюс из них выращивали искусственные корни, так, и получалось довольно компактный подвой, но при войне, когда его обгоняют, то, естественно, дерево долго не может проработать, прослужить. И тогда именно для колоновиток и для клоновых специальных деревьев, вот, тех самых компактных, да, вот, ну, метров до двух, не более, для них придумали еще и особые условия, то есть брали не любой сорт и не любую ветку сорта, вы знаете, не каждый знает, что чем выше почка расположена на метровой, допустим, ветке, просто в последнем году, тем получится более компактная крона у дерева, вот. То есть кто-то когда-то это учитывал, я уважаю науку за то, что они создали целый класс таких деревьев, но это, как это самое, как тут говорил в кинокомедии, когда Шурик его, помните, по голой заднице, это не наш метод, Шурик, помните? Так вот я говорю, это не наш метод, друзья, наш метод только сенцевые подвои, и тут получается так, сенцевые подвои, они должны быть, они получаются большие здоровые деревья, как снизить крону, для этого мы вынуждены брать уже между видовое деревья, например, подвой, слева, алыча, терн, и если на него привить абрикос, то он и раньше заплодоносит, он, крона получится у него более компактная, это передается помощью ментора от подвоя, но и жизнь, короче, тут уж никуда не денешься, почему? Потому что в идеале вот абрикос, пока в одно и то же возрасте, если взять два дерева из семян, вот абрикос, а вот такое слива, а вот такая терн, вот такой, получается палка двух концов, хочется иметь крону сдержанную, но на долгий год не рассчитывайте, тем более межвидовые деревья, они еще и антагонисты, вот, почему говорю, вот почему у нас нет сплошь слива, допустим, гибриды с абрикосами, если они генетически не хотят друг другом опыляться, и такие другие примеры, помните, как этот Мишурин все искал по двое, не по двое, а отца супруга для персика, а потом бабовник, а потом ни хрена, и так далее пошло это самое, а этот, как он, все, забывайте, сейчас. Ничего страшного. Ничего страшного, а то я тороплюсь, еще хуже. В общем, он получается практически, сейчас попробуйте похвастаться, что у вас есть, допустим, гибрид абрикоса со сливой, абрикос, допустим, этот самый, с персиком, персик с олочой, и все эти названия, персика, олоча, абрикосовый нектарин, ну, в общем, все это потом, я это все прошел, уклонение в какую-то одну сторону, и никуда вы от этого не денетесь. Очень быстрое уклонение с помощью посадки той же косточки, или папу, или маму, и причем, чем севернее, это одно из моих наблюдений, даже постулатов, чем севернее, там больше, более дикого предка из двух, так. Если межвидовая, тут еще быстрее получат, еще хуже получат плоды, чем были у родителей. А вот это, которое я привез, суверитативную гибридизацию, то есть привыку, время фактически вышло, поэтому я просто успею, не успею сказать вот эту волшебную празу. Хотите, чтобы подвой не доминировал над привоем, не превращал прекрасные вкусные плоды за несколько лет, или сразу чуть ли не в дикари, привойте только у самой земли, только у самой земли, и больше нигде, ни в скелет, ни на высоте 20, 30, 40, 50 сантиметров. Это все будет выглядеть намного хуже при одних и тех условиях, только у самой земли. Вот это вот заклинание мое. Только у самой земли. И тогда, ну, дальше разъяснять, почему это, какая при этом происходит, как ее назвать-то, что из этого причина, я сейчас дальше не могу. Можете еще на какой-нибудь вопрос успею ответить. Валерий Константинович, хотелось бы еще побольше узнать о вегетативной гибридизации. Возможно, еще такой случай представится. Ой, это сейчас случай, я так шокирую, извините, про случай представится. А я вам больше скажу, вопрос глобальный. Я до сих пор практически, ну, нас двое с Латинковым на всю планету. Вот, если кто знает Латинкова, это второй, последний, последний сторонник вегетативной гибридизации, после того, когда наука уничтожила это направление, уничтожила сама себя, и осталась со своими семечками, которые надо вырастить 5, 10, 15 лет, получить первый урожай, потом скрестить, потом опять 5, 10 лет. И, в конце концов, растянула на десятки лет, а не узнав и не поменяв одного. Дальнейшее развитие, получив все эти самые, без вегетативной гибридизации, сохранить невозможно. Но вегетативная гибридизация, это плюс-минус, это волшебство, оно почему в сосуде? Вы сразу, по железу, но тут же я не могу подробно рассказать. Один из причин сказал, одну из, вернее, не причин, а это утверждение, у Земли, а их еще много. Вот. Вы получаете сразу вегетативный гибрид. Папа 100 грамм, мама 200 грамм, ребенок получается 500 грамм. Ну, 500 привлечь, ладно, 300 грамм. Вот. У вас явно вегетативный гибрид. На папу не похож, на маму не похож, даже на соседей не похож. Самое интересное дальше начинается. Перед вами сказка. У меня такие сказки, это надо специально посмотреть. Да вы на сайте зайдите, в мою фотогалерею, все, только валидол не забудьте. Иначе лучше не смотреть. Не доживете до моего возраста. И вот, когда вы это увидите, вы поймете одно. И главное, это что? Почему те две науки, два науки уничтожили друг друга и не добились, ни одна не победила, ни другая. Предативный гибрид существует. Это ярко выраженный плод, которого нет. Типа, понимаем, это далекие предки, это что угодно. Сохранить невозможно. Понимаете? Сохранить невозможно. Именно поэтому я нашел эту причину. Я нашел это объяснение того, что, почему так получилось, что одни наука, 300 ученых, все в орденах, все в званиях, все-все. Все в электричных гибридах. Потом приходит другая власть. Эти поехали в тайгу, только не выращивать себе эти плоды, как я, а лес рубить в лучшем случае. А которые пришли к этому, говорят, а нету их. Нету. А их и правда нету. Вегетативный гибрид существует в единственном числе. Я просто могу вас научить максимально, как сделать, чтобы действительно плоды. Мне потом, когда я схватился за голову, получая 100-граммовое обреку. Ведь не было их, и не было их близко. И росли они в наших садах, и где что-то с Украины привез, что-то с Москвы. Не было. А они как рубля, а я говорю, господи, а это не райские лекарства вернулись. А потом я придумал то, за что меня ученые, меня печатал этот журнал, очень известный, очень серьезный, «Вестник садовода». Я дружил с главным редактором. Беденский редактор приходил на мои семинары, когда я в Москве проводил семинары. Приходил и записывал. Вот он меня печатал, а ученые делали вот так, читая, и говорили, железо не сердечко. Вот первые деревья, которые появились на земле, это по статистике, это не то, что я придумал, захотелось. Они были культурными. Только эту тему некогда продолжать. Все, через 10 минут завершается конференция. Значит, подробно, 121-й вебинар завтра. Там то же самое, но там уже последовательно. Там, если начинаешь, семечко. Как сделать так, чтобы у вас через 2-3 года от посадки семечко воды? Ну, не повезет, очень уж, 4 года. И не надо калечить деревья, вообще не надо. Я всегда говорю, время кончается, но успеваю сказать. Наша сибирская и ваша, кстати, ваша погода, она настолько жестока по отношению к той же самой, вот упомянул же человек, что у него есть лесная красавица. Все к этим южанам, к этим, настолько жестока, она сразу попадает в дичайшие условия, сразу покрывается морозобоинами. Вот. И это заменяет, это приближает плодоношение. Караул, куда вы меня привезли, блин, не знаю, я же подыхаю. Скорее, скорее дать плоды. И не надо никаких специальных переводов веток с роста на плодоношение. Не надо калечить корни. Вы говорят, да, пожалуйста, читайте. Откопайте по кругу корни, попробуйте их, все, на второй год заплодоносит. И ведь правда заплодоносит. Чуть не сказал слово нехорошее. Ведь правда заплодоносит. Только дерево потом всю жизнь будет калекой. Вот так вот. Может, время осталось, наверное, минут пять, я не знаю, что дальше говорить. На вебинары. Вперед на вебинары, завтра, понедельник, вебинар. Москва, по 16. В гостевой книге найдете все данные. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Валерий Константинович, вы зимние прививки с открытой корни вы делаете или с закрытой? Я зимние прививки не делаю. Делать. Ясно. Почему? Один из причин успеха, что действительно успех, это прививка на коленях прямо в саду по последнему снегу. Потом накрывается все секреты. Политерная бутылка, без да. И под ней месяц проходит задва. Вот этот месяц, что когда у вас, допустим, то есть у меня, то есть не так, у соседей, допустим, сосед прививает, у него в саду апрель, а у меня под бутылкой май, у него май, а у меня июнь, его деревья, а это же эмигранты, к осени. Заметили это качество, как часто они заходят с листьями в зиму? Караулы для них это, особенно когда ранняя зима. Прямо с листьями, это плохо. А у меня вызревает, а потом смотришь, вот результаты. Только потому, что я с помощью ранней прививки на коленях, то есть без пересадки. Я похвастался, что я за столом прививаю в 100% места. Но это же, понимаете, не себе. Это для прививок, для этого, для питомника. И то это, когда таял снег. Питомники на сегодняшний день по старинке прививку, закрытые корневой. Вот они в этом случае уродуют ее. Значит, практически... Практически, значит, вот о чем вы говорите. Отставание в росте значительное. Главное, вызревание, вызревание. В росте и вызревание. И в росте отстает. Пока корневая не наберет нормально, значит, то же самое, закрытые в емкость высаживают. Пока корневая, это в течение месяца она осваивается, значит, потом она начинает питать, при лучшем случае. То, конечно, под осень она уже не даст такого, как закрытые корневой. Но это другая тема. Это мое то же самое ноу-хау, как бы. Значит, потому что на сегодняшний день уже предостаточно тех возможностей, которые не было, допустим, лет 20, а тем более 30-40 лет назад. Но как по старинке прививали, так и по старинке выкапывают по осени, прикапывают, значит, для зимней, вытаскивают, моют ее, значит, и начинают прививку. Я считаю, что это уродство. Это, значит, мучает просто-напросто корневую систему. И здесь выход, приживаемость уже, о чем вы говорите, 100% не получится. Почему? Потому что у некоторых нарушили корневую систему, ее и так измучили, что она еле сама себя, так сказать, находит в этой почве. Я говорю, а уж какой там ей, так сказать, что-то еще выглядит. Поэтому, ну, я, например, на сегодняшний день физики-то уже недостаточно с тем, чтобы на коленках лазить. А вот, вон Тимур Маратчан видел, в каких я условиях, значит, это делаю. У меня теплый гараж, я сижу спокойненько. Значит, никакая погода, ничего на меня не действует, не влияет. На улице буря, снег, а я в тепле занимаюсь. То есть, я считаю, что вот в наших условиях на сегодняшний день зимняя прививка с закрытой корневой, это самый такой щадящий, будем говорить, способ размножения саженцев. Можно я спрошу напоследок, я еще нужен или это? В другие недели. Валерий Константинович, очень полезное мероприятие, очень много услышали нового. И я буду очень рад, если вы к нам присоединитесь и в другие наши занятия. Нет, я почему спросил, если нужен, то заранее, чтобы знать, чтобы планировать. У меня не бывает ни минуты свободной. Ну, я думаю, недели за две мы будем с вами планировать мероприятия. Так, тогда скажите, кого бы я с удовольствием, я Ваулина с удовольствием слушал, кого еще вы нам представите и звезд? Пока еще не знаю, сейчас будем обсуждать, да. Эх, жалко, Латинков, блин, вот это мастер. Ах, жалко. Сейчас вот нам нужно провести в начале, наверное, в середине марта, где-то в конце марта мероприятие по Кельчеванию. Ну, именно по виноградам. Началось очень много новых находок. Кто-то чего-то новое придумал, кто-то чего-то новый попробовал. Рыкалина позовите. Пробовал. А я думаю, весной, если можно будет пользоваться. Рыкалина позовите. Лучше винограды в Сибири по моей классификации. Еще раз скажите, с вами кого позовите. Рыкалин Александр Петрович, лучший виноградарь в Сибири и его окрестностях. Позовите его, не пожалеете. Он выступал на моем семинаре в моем деревне, в моем саду. Очаровал всех. И даже телевидение. Хорошо, спасибо. Это такой самородок. Я к вам обращусь. Ну, все, у меня все. Спасибо. Наше время заканчивается. К сожалению, у меня часы исчезли. Мне кажется, осталось пару-тройка минут. Воздравляем, Олег Винчин. С наступающим днем 8 марта. Желаем здоровья. Здоровья. И, конечно, хорошего будь урожаев на даче. Спасибо большое. И вам тоже. Да, я забыл поздравить девчата, кто слышит. Вот. Спасибо, спасибо. А все девчат, кто слышит. Пусть у вас такие сады будут, как то, что вы видели. Ну, хотя вы и не видели. А вот смотрите. Я вот так просто листаю. Это же учебная фотография. Видите? Ну, сейчас может быть. Вот эта подлость. Величайшая подлость. Видите? Ладно, комментировать не буду. Вот. Я просто вам покажу свой сад. Не все, но не выбирай все подряд. Чтобы вы не считали, что я преувеличиваю вам тех отношений, где я спорю с наукой и считаю, что вся она завела нас в тупик. Просто в тупик завела. О, вот этот сварок молодой. Не выдержал все-таки, прокомментировал. Вот на таком возрасте плоды сладчайшие. Чудо. А потом начинает поэто... Ну, как сказать? Слово дичать я не применяю. Я применяю слово приспосабливаться. Ну, все, наверное, хватит вам этого. Вот это молодое. А это спустя несколько лет. Видите? Но уже качество не то. Все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok